Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. И сегодня мы погадаем на новую работу. Как все сложится у вас на новой работе. Если вы ищете работу, думаете о том, как там все будет, или вы уже нашли и переходите на новую работу, или даже уже перешли, вот как там все сложится. У нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально, в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, вас эта проблема беспокоит, значит, видео актуально для вас прямо сейчас. Итак, колоду открываем. Открываем. И значит, будем гадать, как у вас все сложится на новом месте. Первая карта показывает вас на этой работе, то есть на этой предполагаемой новой работе, или на том варианте работы, из которого, может, вы из трех вариантов, из двух выбираете, может, на разные позиции загадываете, да, вот кто вы на этой работе, или уже перешли, то есть кто вы сейчас на этой работе, да, или кто вы будете на этой работе. Итак, выкладываем три карты, три позиции. Лучше ориентироваться всегда по описанию первой карты, чтобы понять, насколько эта позиция соответствует вашей ситуации. Итак, значит, первая позиция морские конфеты, вторая позиция ромашка, ромашки, и третья позиция васильки. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код, а мы начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Итак, первая позиция и первая карта, это вы на этой работе. Кто вы? Двойка пентакли. Двойка пентакли показывает, что вы выходите здесь сверкать. То есть, вы всячески будете демонстрировать или уже демонстрируете себя на этой работе. Вы человек верткий, цепкий, довольно хорошо умеете балансировать, выравнивать свою равновесие, когда это нужно, когда какой-то дисбаланс идет. Ищите различные способы, как лучше работать, как лучше здесь зарабатывать. И, соответственно, очень подвижные, старайтесь на негативе не сосредотачиваться, а больше позитивный человек, который умеет показать себя. То есть, вы готовы к карьерному росту. Я считаю, это правильно. Это очень хорошая тактика на этой работе. Как вас на новой работе воспримет коллектив или уже воспринимает. И Ерофант. Ерофант показывает, что вас видят человеком-специалистом, довольно хорошим специалистом. То есть, именно тем, кто является даже неким авторитетом, кому можно, в принципе, доверять и у кого можно спросить совета, а также человека, перед собой видят, кто метит на более высокую должность в будущем. Или как будто бы воспринимают вас как некого предводителя или начальника. Однако человеком с очень высокими моральными устоями. Как у вас будут складываться отношения в первые рабочие дни с коллективом? Восьмерка Жезлов. Ну, во-первых, дорога какая-то как будто бы идёт, да? Ну, или вот приехал человечек в Голливуд. Вот знаете, такая интересная карта показывает, что вас может всё удивлять, причём позитивно. Вы можете многому радоваться. Соответственно, коллеги радуются вместе с вами, потому что и вы обрадовались, потому что и вас что-то удивляет. Им нравится, когда человек испытывает эмоции, особенно удивление и счастье. Как у вас будут складываться отношения с начальством? «Рыцарь кубков». Неплохо. Я бы сказала, довольно мило. Начальство будет вами довольна, понимает, что вы идёте по пути своего сердца на этой работе. Возможно, начальник мужчина. И такое восприятие довольно мило, позитивное, дружелюбное. Я бы сказала, с улыбкой, да, с приветствием. Я приветствую твой энтузиазм, я приветствую твою энергичность, твою решительность. То есть, человек хорошо относится, или люди, начальники, хорошо к вам относятся. Сердечно. Будете ли вы испытывать на этой работе эмоциональный комфорт или дискомфорт? Девятка Пентаклей показывает скорее эмоциональный комфорт. Это очень хорошая для вас работа. Работа действительно будет спориться, вам будет на ней спокойно. Вы будете понимать, что уверены в будущем и что вы можете зарабатывать и расти по карьерной лестнице. Однако, есть некоторые ограниченности от внешнего мира на этой работе. Из внешнего мира на работу идут вести, документы, бумаги, сообщения, звонки, может быть. Но вас это устраивает. Вы так, знаете, как будто в домике. Да, я в домике, я в своем кабинете. Я тут могу не только всем демонстрировать себя, а еще иногда просто рутинно работать. Меня это устраивает. Я могу закрыться там и делать, делать, делать. Ожидать ли сильно большой рутины от этой работы? Суд показывает, что сильно большой рутины здесь все равно ждать не придется. Она будет, она будет. Это нормально. От любой работы есть рутина. Но все-таки с переменами, с переменным успехом. Все равно иногда придется и на публике побывать, и пообщаться с кем-то, и на собрания какие-то, может быть, ходить. Поэтому не совсем рутина, а скорее ваше возрождение. Вот сказать, что вы прям будете на этой работе считать погрязшим себя в рутине, я не могу. То есть все равно это будет переменная обстановка. То есть то рутина, то какие-то яркие события. Так, общая атмосфера в коллективе. Король мечей показывает, что, видите, такой яркий пират мужчина. Может кто-то выделяться в коллективе и быть, ну, как человеком, который всех заводит. Это как локомотив коллектива, я считаю. Подвижный, интересный человек, веселый. Может действительно и прыгать, и скакать, и быть живчиком. И, конечно, когда есть такой человек, очень всем хорошо работать в коллективе. Все как-то ждут рабочего дня. Что еще сегодня этот человечек выдаст, да, интересненькое. Ну и многие равняются на него, на этого человечка. И хотят даже быть похожими. Поэтому я думаю, что это веселая атмосфера. Как вести себя, чтобы быстрее стать своим в коллективе? Сила. Не показывать свою слабость ни за что. То есть показать свои лидерские качества. Но, конечно, не ругаться ни с кем, а приручать. Вот можно быть лидером спокойным, а можно быть лидером агрессивным. Вам советуют карты быть спокойным лидером, который постепенно всех приручает своим хорошим отношением. Но, конечно, если вас пытаются принижать, если вас пытаются придавить, нужно чуть-чуть рыкнуть. Но не до беспределов, я вам так скажу, потому что вас не взлюбят. А постараться, ну, как-то вот, показать, что вы готовы на любой диалог, но при этом прогибаться не совсем готовы. Все-таки свою силу нужно показывать, профессионализм. Это важно. Лучшая форма поведения с начальством. Пятнадцатый аркан. А вот с начальством тут немножко по-другому. Нужно научиться быть, ну, даже, как сказать, человеком, да, который хорошо дружит с начальством. Хорошо дружит, дьявол, да, хорошо дружит с начальством. Может в чем-то начальству помочь в неформальной обстановке. Будьте на стороне начальства, да. Но это не значит, что в ущерб коллективу. Умейте включать мозги. Начальство очень хочет повиновения. Начальство очень хочет, чтобы перед ним прогибались. Может быть, стоит сделать вид, но не до беспредела. Однако карта показывает, что иногда нужно быть просто очень полезным этому начальству. И оно будет тебя ценить. То есть стань полезным человечком, да. Пусть эти люди и от тебя зависят. И от тебя. И тогда будет весело. Вот тогда будет интересно. Чего делать не стоит на этой работе? Семерка Пентаклей. Ну, слишком гордиться, как, пытаться слишком быть гордым с собой, да. Вот, что, ой, смотрите, какой я человек там, да. То есть гордыню свою вот эту, что, ой, какая я звезда тут проявлять не стоит. Содирать голову не стоит, нос. Вот. Но, в целом, и не быть слишком медлительным человеком. Не ждите, когда на вас манна небесная свалится с неба, а скорее действуйте. И вот как все в итоге сложится. Это замечательно. Рыцарь Жезлов говорит, что все будет очень хорошо. Вы пойдете вперед, у вас все будет складываться просто прекрасно. И вы можете добиться любых высот, да. Ну, не до беспредела, конечно. Ну, по крайней мере, более высокого положения и роста доходов. Работа действительно перспективная, хорошая. Поэтому я бы сказала, что у вас тут все прекрасно. Ну, вот такая у нас первая позиция. Убираю карты обратно в колоду. Вторая позиция нашей ромашки. Итак, первая карта, это вы на этой работе, да. Ой, вы на этой работе, король Жезлов. Ну, прям смотрите, какой интересный товарищ с помадой, главное. Почему с помадой? Ну, в любом случае, с одной стороны, маска на нем надета. То есть вы все-таки какую-то маску на работе носите. С другой стороны, это яркость. Это вот вы выделяете среди других людей. Вы обладаете большой угненной силой, лидерскими качествами. И, конечно, вы как-то сверкаете, блистаете. Но я еще раз повторяю, что это ваша маска. То есть это не то ваше нутро, которое есть на самом деле. И вы показываете еще из себя человека, возможно, и даже являетесь, кто добился всего в жизни сам. Вот так. Кто добился всего в жизни сам. И это проявляется в вас на работе. Я сделал себя сам. Или сделала, да. Как вас воспринимает коллектив? Ну или будет воспринимать. Колесница. Очень ярким человеком. Настоящей звездой. Или кем-то даже еще приезжим при этом. Или, может быть, даже иностранцем, иностранкой. Но вы знаете, карта хорошая. Вас видят активным человеком. Кто может добиться чего угодно. То есть вот как вы себя ставите, так и есть, как воспринимает коллектив. Хорошо воспринимает. Что вы даже можете вести за собой. Как лидера. В первые рабочие дни как воспринимает коллектив такого человека? Двойка жезлов. Сначала несколько нейтрально, чуть-чуть отстраненно. Пытается разобраться, пытается вглядеться. Чуть-чуть подозрительно. Но при этом каплю даже равнодушия будто бы демонстрирует. Но я говорю еще раз. Просто пытаются в первые дни разобраться в человеке, в вас. Пытаются разобраться. Сначала по полочкам разобрать, а потом уже что-то делать выводы. То есть коллектив так-то умный. Отношения ваши с начальством на этой работе. Сила. Начальство будет придавливать вас или уже придавливает. Показывает свою силу, свой авторитет. Вы должны подчиняться. Вы постепенно должны приручать друг друга. Уважение есть. Отношения хорошие. Но при этом, если вы не покажете зубы своему начальству. А будете лояльны и постепенно входить в контакт. Заводить хорошие отношения. Но и прогибаться нельзя. А просто показать, что вы хороший специалист, хороший работник. В плане работы к начальству можно проявлять инициативу, но не до беспредела. Но отношения к вам хорошие. Эмоциональный комфорт или дискомфорт вызывает у вас эта работа. Или будет вызывать. Императрица. Это только эмоциональный комфорт. Только эмоциональный комфорт. Прекрасная карта. Может, этот эмоциональный комфорт создаст и какая-то женщина на работе. Такое не возбраняется. Но сам факт. Сам факт. Карта очень хорошая, приятная. Как будто человек в своей тарелке, в своей стезе находится на своем месте. Ему просто замечательно. Он в изобильных энергиях проявляет себя со всех сторон благополучно и выявляет свои таланты. И демонстрирует их миру. Но спокойно, как-то вальяжно. Причем с энергией изобилия, с такой мощной. Эмоционально вообще прекрасно у вас. Только комфорт на этой работе. Это ваша работа. Ожидать ли от этой работы рутины? Четверка Пентаклей. Да. Это рутинная работа. И на этой работе очень много рутины. Очень много. Нужно повозиться, нужно делать, нужно стараться, а не увиливать. Здесь покопаться. Почему надо? Все привести в порядок, все дела. Работа и сама по себе может быть монотонной. В том-то и она и работа, что мы каждый день на ней выполняем определенные действия. Не каждая работа требует от нас вечных скачков и решений. Ваша работа более спокойная должна быть. Рутины много на ней. Это факт. Но нужно все выполнять. Общая атмосфера, которая будет царить в коллективе. Восьмерка Пентаклей. Работа, работа и еще раз работа. Внимательность. Каждый в коллективе постарается проявить внимание к работе. Здесь не о колготочках с помадками разговаривать, а именно работать, работать, работать. Понимаете? Не о личных делах каких-то. Люди будут разговаривать на этой работе. А о работе. И это правильно, это хорошо. О личных делах, пожалуйста, в обеденный перерыв. Здесь хорошая атмосфера рабочая. Это главное. Никаких змей тебе, никаких сплетен, а скорее просто люди окунаются в этот рабочий процесс и стараются. Как вести себя, чтобы быстрее стать своим среди коллектива? Пятерка кубков. Ну, тут никаких разочарований, надо выпить. Коллектив здесь сплочается в кафе, в ресторане или на рабочем корпоративе. То есть коллектив такой, что да, с ними надо иногда венца, да, или рюмочку чая, как я называю. Просто конфеты, кофе, на обеде посидеть, как-то заманивать едой, напитками. Тогда будет хорошо. Фуршет, да, тогда хорошо будет. То есть, чтобы стать своим, нужно все-таки вливаться в компанию здесь. Лучшая форма поведения с начальством. Влюбленные. Ну, кидаться на шею начальнику я вам не советую или начальнице. Но все-таки постарайтесь вызвать некий интерес, если это противоположный пол. Пусть начальство видит в вас все-таки этот противоположный пол, что вы заметны в плане внешности. Также карта показывает дружить, сильно дружить и во всем поддерживать начальство. То есть, прям быть на одной волне стараться. Предупреждение. Чего делать не стоит на этой работе? Семерка кубков. Перепивать. Вот выпить с ними можно, а перепить уже нельзя. Понимаете? Не стоит оно того. И уводить чужого мужа тоже не надо на корпоративе. Это выйдет вам боком. Или жену чужую. Но это я уж шучу. Постарайтесь ни в чем не перебарщивать. Ни в чем. Ни в общении личном. Не перебарщивать. Ни в откровенности. Ни в своих фантазиях. Не стоит лишнего рассказывать о себе. Это важно. И как все в итоге сложится у вас на этой работе? Колесо фортуны. Работа поменяет в каком-то смысле вашу жизнь. И может быть даже в связи с работой придется переехать. Или просто в будущем она толкнет к переезду. И десятка жезлов. Тут у нас, видите, такой Голливуд. То есть немножко другая колода. Голливуд и такие вот помады, помады, помады показывают то, что возможно вы выбьетесь куда-то выше. Куда-то потом в следующий этап с этой работы куда-то еще-еще. И потом достигнете неких высот. Ну вот такой интересный получился расклад по второй позиции. Убираю карты обратно в колоду. И третья позиция. Васильки. Итак, первая карта это вы на этой работе. Двойка кубков. Уже сразу пьют на бруденшафт. То есть, ну вообще, типа, как, заядлый друг для всех. человек, который со всеми на одной волне сразу, автоматически, очень дружелюбный человечек, дипломатичный, вливающийся в любую среду, даже если она ядовитая эта среда, вы разбавите, как говорится, ложкой меда эту бочку дегтя. То есть, ну, вы умеете договариваться и умеете быть очень коммуникабельным человеком, мягким, покладистым. Можете усмирить хоть кого. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Вы готовы сотрудничать. Вы готовы общаться. Как воспримет вас коллектив? Или уже воспринял? Пас Жезлов. Ну, Пас Жезлов показывает, что вас воспримут как человека довольно интересного, который готов общаться, учиться, познавать, так скажем, этот мир, да, со всех его сторон. С одной стороны, а с другой стороны уже является неким все-таки специалистом, который в чем-то допонимает в этой работе. И даже кто-то захочет что-то спросить, посоветоваться и уделить вам некоторое внимание. То есть, и внимания, скорее всего, будет очень много. Вас как будто хотят рассмотреть. И каждый хочет с вами о чем-то пообщаться. То есть, ой, необычно, вот он новый человек в коллективе, мы хотим с ним пообщаться, мы хотим с ним дружить. То есть, начнут уделять внимание, да, кружат вас и будут спрашивать. Отношения ваши с коллективом, с коллегами в первые рабочие дни. Жрица. Жрица показывает, что сначала будет такая нейтральная позиция, нейтральная обстановка. Люди сначала будут держаться обособленно. Но какая-то женщина может начать общаться с вами так потихонечку. А вот потом они уже на вас нападут. Там, да, начнут рвать на части и говорить, поговори со мной, поговори со мной, а расскажи мне вот это. Понимаете? То есть, сначала они к вам подбираются так осторожненько. Даже шепчутся за спиной. Так, ваши отношения с начальством. Ну, четверка Пентакли это среднее отношение. Либо начальство не сильно выходит с вами на контакт, потому что может где-то далеко находится или еще как-то. Ну, либо это такое очень нейтральное друг к другу отношение, сжатое, мало общения и такое, вот знаете как, ну, ты держись за свою работу и все. Как бы вот сухое отношение, сухое. Ну, как бы вас и не особо вами раскидываются, но и не особо поощряют. Эмоциональный комфорт или дискомфорт у вас на этой работе все-таки, да? Все-таки это эмоциональный дискомфорт. Комфортом это назвать невозможно. Почему? Потому что на вас нацелены все вокруг и что-то от вас хотят на работе. Поэтому вам будет первое время эмоционально дискомфортно. Вас действительно окружат, вам действительно будут задавать много вопросов, проявлять слишком много интереса и задавать много задач. Вам это будет некомфортно, тем более, что вы вряд ли привыкли к такому повышенному вниманию. Понимаете? То есть такое может быть. Ну, как бы больше всего это, скорее всего, обязанности, которые многочисленны и нужно их много сделать, выполнить. стоит ли ожидать рутины от этой работы? Тузкубков нет. Эта работа какая-то веселая, эмоциональная. Там постоянно что-то происходит. Именно поэтому вы будете испытывать, скорее всего, дискомфорт сначала. В такое нужно еще и влиться, потому что постоянно что-то происходит, постоянно какие-то движения, беги сюда, сделай вот это срочно, все окружают, все просят, все что-то срочно давай-давай, делай-делай. Понимаете? Вот какая-то у вас такая будет работа. Это не рутинная работа, совершенно не рутинная. Общая атмосфера, царящая в этом коллективе. Королева кубков. Ну, так-то веселая атмосфера. В центре какая-то женщина, которая не даст никому скучать и со всеми разговаривает очень мило. На нее многие обращают внимание, именно как на красавицу. Особенно мужчины, но и другие женщины тоже на нее обращают внимание. Бывает такое, что есть некий член коллектива, кто в центре внимания находится, но именно на него идет энергия, а уже потом не на вас. То есть, да, вас опросят, заставляют что-то делать много, но при этом внимание от вас перейдет на нее. Буквально через две недели, месяц. Вот так. И атмосфера будет хорошая в коллективе, очень приятная, веселая. Как вести себя, чтобы быстрее стать своим здесь? Четверка мечей. Молчать, тихо себя вести, не выпрыгивать. Может быть, даже иногда делать что-то пассивно. Пассивно как-то, вот больше молча. Молчать о том, что вообще происходит здесь, никому не рассказывать. во внешний мир, что на работе не выносите совсем. Это тайна. Лучшая форма поведения с начальством. Восьмерка кубков. Не лезьте к начальству. Ищите подходы, ищите новые возможности, чтобы на работе было эффективно. Можно иногда даже предлагать, но лучше в письменном как-то виде или не сильно выделяясь. Старайтесь меньше выходить на контакт с начальником, чтобы не мозолить глаза. Вот прям так. Тогда будете прекрасно восприняты. Предупреждение. Чего делать на работе не стоит. Девятка Пентаклей. Сильно выделываться, гордыню проявлять. Я звезда, а вы тут все не звезда. Так нельзя. Даже если вы правда звезда, так нельзя. Вам нужно вести себя по-простому, а не выделываясь и не кичаясь какими-то своими ресурсами. Это очень важно. И как все в итоге сложится на самом деле? Луна. А я вам так скажу, что работа это сложная для вас. И я уже говорила, что она будет вызывать эмоциональный дискомфорт. Поэтому через некоторое время вы подумаете о том, чтобы уйти с этой работы, потому что она вас расстраивает. Вы все время хватаетесь за голову, слишком много работы, обязанностей. И возможно, какой-то король кубков мужчина решит решит этот вопрос. И по королеве Пентакли и женщине какая-то может быть женщина примет вас на работу по рекомендации мужчины. То есть вы куда-то будете переходить. Сразу попытайтесь сделать все, влиться в коллектив. Дело не в том, что вы не вольетесь в коллектив, а дело в том, что правда много обязанностей, все время со всех сторон тянут за рукав. И вы скажете ну я так больше просто не могу. Я устал или устала и я ухожу в другое место. Так что сильно долго на эту работу не рассчитывайте. Ну вот такой ответ по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Пишите насколько срезонировала или нет. Насколько вам понравился расклад. До